Здравствуйте, граждане. Кому обратиться не знаю, но от лица водителей скорой помощи города Старого Оскола, Белгородской области, хочу сказать несколько слов про коронавирус. Вот, так как мы слышим по телевидению, все в шоколаде, все от и до, все подготовлено, все финансово обеспечено, так я хочу сказать насчет Старого Оскола. У нас 25% автомобилей стоит в калашном ряду из-за того, что нет денег на техосмотр, на штрафование автомобилей, на запчасти, машины все стоят. 16 автомобилей, которые получили новые абсолютно, 16 автомобилей осенью, которые уже прошли до 40 тысяч, нет даже масла, на замену масла денег нет, чтобы поменять в автомобилях масло. Ну, а говоря о наших проблемах, которые дают на смену, вот такую маску, одну дают на смену, на 12 часов, я не знаю, может такие при новом министре здравоохранения, может такие стандарты стали, и перчаточки, вот они. Так, кстати, вот этот комплект стали недавно давать, две недели давали только маски, ну и то через раз, перчаток вообще не было, вот третью смену получаем перчатки только, водители. Это говоря о том, что финансирование в полном объеме и в полном шоколаде. Возвращайтесь в 12-17. Также, вот мы водители, что еще возмущаемся, с нас даже вот за три, сколько, три недели этот карантин-то, эпопея длится, ни разу не взяли маски на тест. Ну, правда, один раз брали у фельдшеров, у врачей за вот этих три недели, один раз маски брали. Мы сказали, почему с нас не берут, ну, нам сказали, что мы не в зоне риска водители, просто странно это слышать было, вроде люди так же сидят, так же мы моем. До этого мыли голыми руками, ну, машины, салоны, кто там, чего там сидит, неизвестно. Ну, это, ладно, полбеды. Как на вызов едешь? Ну, не каждый раз. Ну, бывает, что возмущение больных, кто чуть-чуть запоздало, приехали, то за счет каких-то денег нам какие-то деньги должны выплачиваться, что ли. Они говорят, кошмарные. Что вы должны за эти деньги делать там чуть ли не все на свете. О каких-то деньгах мы ни копейки, ни какие деньги...